Всем привет, вы находитесь на канале The Gaming, а с вами как всегда Александр. Так как в последнее время вы мне задаете много вопросов по ошибкам и проблемам, связанные с пиратской версией RDR, я решил записать этот видеоролик и собрать в нем все ошибки и их решения, которые помогут вам запустить на ваших ПК всеми любимую Red Dead Redemption 2. Обязательно поставьте палец вверх и конечно же подпишитесь на канал, это очень важно для активности нашего канала, устраивайтесь поудобнее и погнали разбираться что к чему. Начнем с самого главного, это какая у вас винда и какое железо. Если у вас современное железо, хотя бы девятая серия видеокарты и шестое поколение процессора если Intel или первая Ryzen если AMD, то все хорошо, если нет, то для вас будет обязательно смотреть этот ролик без перемоток. И также не забываем, чтобы минимизировать проблемы и ошибки с игрой, рекомендую использовать самую свежую версию 10 винды, а если у вас 7, 8 или еще лучше XP, то скорее качаем образ 10 винды и устанавливаем ее, это очень важно. Для оптимальной работы игры нужна обновленная до 20.04 версия Windows 10, скачанная с официального сайта Microsoft, желательно чистая без сторонних антивирусов и прочих программ и твикеров. Обновите все драйвера и библиотеки вручную или с программой DriveBooster. Если на ПК имеется программа записи Madcap, удалите ее, простое отключение не помогает, антивирусы типа Avast и прочее тоже удаляем. Возвращаясь к железу проверяем процессор на протоколы безопасности, гуглим информацию про наш процессор и если у вас нет инструкции SS-E4.1 или SS-E4.2, это если у вас процессор AMD K10 Phenom, Athlon или Interconroe, Penro, Core 2, Xento, скачиваем фикс для старых процессоров в описании к этому видеоролику. Сразу все ссылки оставил здесь, чтобы минимизировать вопросы и непонятные ситуации. Установка очень простая, просто содержимое архива скинуть в папку с игрой. Повторюсь, это для тех, у кого древние проццы и они не поддерживают определенных протоколов безопасности. По поводу винды также есть пару фиксов. К примеру, если у вас Windows 10, но он ниже версии 18.03 и вы из принципа не хотите ради какой-то там RDR ее обновлять, то для вас, староверов, также есть фикс. Но стоит заметить, ни один из фиксов или способов не гарантирует вам того, что игра 100% заработает. Запомните это прежде, чем стоит дизлайк. Это пиратская версия, а значит она нестабильная и рандомные ошибки могут появляться в любой момент и не систематически. Так что для старых версий винды есть также фикс. 10 Windows для старых версий. В описании к этому видеоролику смотри и скачивай. Раз мы поговорили о рандомных ошибках и вылетах, то стоит вам еще подкинуть парочку фиксов. Ведь если у вас самая свежая винда, которая еще только через неделю должна выйти, железо у вас самое современное, там 3090 какой-нибудь i9, драйвера все самые свежие как и винда, но игра вылетает, то эти фиксы для вас. Они так и называются фиксы против рандомных вылетов. Видимо автор не знал, что именно и каким образом они что-то там чинят, так что над названием долго не думал. Что-то там чинят, где-то там. В общем переходи и скачивай. Установка довольно простая. Распаковать из папки Carfix в папку с игрой. Запускать как и раньше через launcher.exe и самое главное от имени администратора. Если будет ошибка, то запускай rdr2.exe также от имени администратора. Если игра запускается, но крашится, переключайте в настройках APS 9x12 на Vulkan. Если не доходит до настройок, переключите файли System по пути. Сам путь я зачитывать не буду, ты сейчас видишь его на экране. Запоминаем, что файлик System.xml открывается только через блокнот. Там будет строчка, сейчас ты ее видишь на экране. Для удобства я ее продублирую в описании к видеоролику, чтобы вам было проще найти данную строчку. Заменить ее нужно на вот эту строчку. Ее также продублировал ниже в описании, поэтому переходим в описании и устраняем ошибку. Точнее переключаем 3x12 на Vulkan API. Идем дальше. Также при ошибке Error GFX попробуйте сменить размер текстур и вообще понизить настройки графики. Возможное решение ошибки Error GFX State в игре Red Dead Redemption 2 для игроков, играющих на Vulkan API. Переходим в данную папку. Диск C, User, имя нашего пользователя, Документы, Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, Setting. В данной папке удаляем файлы, указанные на скриншоте. Заходим в игру и в настройках графики запускаем бетчмарк. После окончания бетчмарка выключаем игру. Снова переходим в данную папку. Диск C, User, имя нашего пользователя, Документы, Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, Setting. В этой папке появляются снова эти три файла. Выделяем их, нажимаем на них правой кнопкой мыши, жмем по кнопке свойства и ставим галочку на пункте «Только чтение». Не забудьте нажать кнопку «Применить». Запускаем игру и играем. Ошибка Error много FFF. Не факт, что это ошибка кряка, поэтому есть рекомендация от самих Rockstar для устранения данной ошибки. Что вам нужно сделать? Отключите все внешние устройства, подключенные к системе, кроме стандартной клавиатуры и мыши. Выполните чистую загрузку Windows. Войдите в свой компьютер, используя учетную запись с правами администратора. Нажмите клавишу Windows, чтобы открыть меню «Пуск». В поле поиска в панели задач введите MS, Config и выберите «Конфигурация системы». На вкладке «Службы» в разделе «Конфигурация системы» установите флажок «Скрыть все службы Microsoft». Отключите все службы, кроме службы библиотеки Rockstar Games. Выберите вкладку «Стартап» в разделе «Систем конфигурация». Выберите «Открыть диспетчер задач». Выберите вкладку «Автозагрузка» в диспетчере задач. Выберите каждый элемент и нажмите «Отключить». Закройте диспетчер задач. На вкладке «Запуск» в разделе «Конфигурация системы» выберите «Окей». Перезагрузите компьютер. Хотя эта ошибка очень радобная и возникать может от чего угодно, но эти действия помогут хоть как-то ее минимизировать. Что нужно сделать для смены языка, если у вас текст на английском? Создайте текстный документ «Commandline.txt» в каталоге с игрой. Добавьте строчку, которую видите на экране. Или вот эту строчку. Язык должен поменяться. Проблемы с сохранениями. Если вы хотите перенести сохранения с лицензией на пиратку, то просто скопируйте все файлы, кроме профиль, сеттинг, plower и cloud.savedata.data из папки диск c, юзернейм, имя нашего пользователя, документы, Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, профиль, цифры какие-то по пути, диск c, юзер. Имя нашего пользователя, апдата, это скрытая папка, поэтому включите отображение скрытых папок. Raw Mining, Goldberg Social Club AmoSaves, RDR 2, 0F74, F4C4. Возможно, у вас будет какая-то другая, но не суть важно. Открываем эту папку и копируем все файлы сюда. Также, если у вас не сохраняется игра, к примеру, неактивна кнопка сохранения, то не забывайте запускать игру от имени администратора. А если у вас появляется диалоговое окно, что у вас недостаточно памяти, то тут дело посерьезнее. Сперва вам нужно убедиться, что у вас имя пользователя на английском языке. Виндия, соответственно. Так как если у вас на кириллице, то игра сохраняться не будет. Сейчас мы поговорим про пиратскую версию игры. Если с именем у вас все в порядке, то мы также можем переместить папку Raw Mining на другой несистемный диск, что позволит вам решить вашу проблему. Для этого переходим по пути. Диск c, имя пользователя, папка update, она скрытая, так что не забудьте включить отображение скрытых папок, чтобы все у вас показывалось. И теперь мы видим папку Raw Mining. Кликаем по ней и нажимаем свойства. Там мы видим вкладку расположения. Нажимаем и там кликаем по кнопке переместить. И перемещаем папку в любой другой диск, где достаточно много свободного места. После заходим в игру и проблема должна исчезнуть. На данный момент это самые распространенные ошибки и их решения. Все фиксы и инструкции я продублировал, так что пытаемся и играем без вылетов и ошибок. Если кому непонятно было, то в нашем дискорд сервере есть беседа, где все инструкции подробно описаны. Можете переходить и смотреть. Надеюсь этот видеоролик вам поможет, а чтобы он помог другим, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. А также не забывайте включать колокольчик, так вы не пропустите новых видеороликов на канале. Новый видеоролик уже готовится и совсем скоро выйдет. Всем до встречи!